сейчас я сегодня вечером был поликлинике терапевта записался я думал записаться к терапевту позвать долго не мог дозвониться поскольку сначала было занято а потом просто не брали трубку он меня записали на 1945 на самое последнее время чудом оказалось это кошка открытых я пришел и оказалось что это самое лучшее время для посещения врача когда уже поликлиника закрывается и никого нету потому что замк не знают гораздо лучше там просто никого не было не надо было в очереди сидеть никто не смотрел не надо было видеть как люди там смотрят друг на друга там с нетерпением вот такие мне лекарства выписали от боли и я объяснил что я трущиком работал у меня уже года два как спина болит вообще я хотел и в общем теперь будет известно потом уже после анализа повреждения врачей что насколько это серьезно а еще я хотел затронуть тему ртути то что вот если разбился градусник ртути тут и градусник то ну и ртуть выникла то даже если ее собрал то остается все равно микро эти микрочастицы какие и они испаряются и потом то есть они незаметны глазу но они могут причинить серьезную опасность представляет ее испарение и мне вот просто интересно ведь у всех градусники ртуть мне и получается многие люди развивали и вот я очень было беспокойно когда у меня человек в моем доме разбил градусник и собрали я постал звонить сразу позвонил 00301 там спрашивал что делать и они просто говорили что ничего просто там я бы тряпкой соберите и выбросить и все и что ничего опасного там не надо не надо не чтобы никто приезжал не надо никто не будет замерять если градусник разбился то у нас никто в городе не замеряет нет такого оборудования и вот а я почитал в интернете про ртуть был очень обеспокоен вот если почитаете в интернете вообще про про опасность ртути ну или даже хотя бы в википедии вообще я много всего смотрел я был действительно очень пуган там реально она очень опасный получается что если вот это действительно это действительно так вот то получается что вообще она может быть разлита во дворе там квартире ну вот я понял после этого что ты можешь приехать ну допустим снять какую-нибудь квартиру чтобы там пожить или купить квартиру и ведь никто не замеряет там то есть там наверняка мог кто-то за свою жизнь разбить градусник ртути и и там осталось то есть она осталась там немного и и она как бы испаряется бесконечно то есть я не знаю это помню это просто ужасно а вызвать допустим проверку кто-то проверил мне очень нужно много денег на это затратить и тому же у нас в городе никто не проверяет на ртуть только в косноярске нужно что-то им пропуск делать чтобы они сюда приехали еще дополнительно доплачивать то есть очень проблематично я вот читал кстати в комментариях всякие там статьи про тути там комментариях писали что да ничего страшного кто не разбивал мы там вообще в детстве там ну описывали что в детстве там с этими шариками ртути игрались и прочее а там он отвечает в комментарии что что вообще вот люди доживают до 50 лет или там ну то есть мало живут так относительно цивилизованного мира возможно именно и вот из-за этого люди которые допустим вдыхали пару ртути там в детстве ну относились к этому безалаверно они возможно меньше проживут гораздо чем чем если бы они этого не делали и ну то есть знали бы какая-то опасность и вот вообще интересно почему если ртуть это первая степень первой степени опасности является почему она до сих пор у нас используется в градусных таких вещах повседневных то есть это вообще напоминает какое-то средневековье как главное что допустим моя мама когда видела что я там вытирают место где градусы там тщательно она постоянно ругалась типа я говорил что ну вот опасно это там нужно там что-то делать с этим она она говорила что типа что и так без тебя знаю это не надо ничего делать по моему пятнадцатого темные века когда люди будут если бы им сказать тогда человек сказал кому-нибудь что вот надо руки мыть перед тем как родопринимателей человек оперировать что если помыть руки нам с мылом ну то микробов не будет этому человек ну то есть опасно то они бы сказали мы тебе без тебя знаем или обвинили бы в колдовстве там вообще сожгли бы на костре то есть по моему это напоминает средневековье как бы это отношение к такой опасности а вот самое интересное что вот этот прибор для замера паров в ртути он стоит таких денег что нужно стать что чтобы купить его нужно стать диктатором захватить весь мир и всю вселенную и только после этого купить его и потом сказать всем извините я просто хотел замерить пары ртути в своем дворе и все возле в хрущевках там чтобы узнать насколько вещей я в каком опасном месте я жил там и все все всем извините все возвращаем я возвращаюсь в свою хрущевку и наконец-то я купил измеритель измеритель паров ртути очень дорогой я бы хотел что в комментариях написали вот были ли у вас такие случаи как вы это решали то есть ну что градусник разбился слышали ли вы о том что другие люди как-то пострадали от этого что они безалаберно относились к этому не знаю вот интересно тоже вот напишите в комментариях в идеале нужно чтобы всех были электронные эти градусники но это не имеет значения если у тебя электронный градусник то ты все равно ты ты там допустим заходишь от родителей ты снимешь квартиру а там там люди у них ртутный градусник и он там кто-то мог то есть квартиру лет 50 может этим квартире этой летом за 50 лет может не раз кто-то там разбивал ртуть и она там осталась где микро частица то он читал там статью про калашникова который что-то я не понял вообще я вроде такое не слышал что там про калашникового статья изобретателя что он что его типа что-то ртутью отравили или что и что он из-за того что он отдышался парами ртуть и мы короче стал вообще похож на инвалида на руководке и ну вообще ужасно ухудшилось его состояние психическое и физическое а еще и то спросить что вот после того события недавнего много людей подписалось относительно много людей, там человек 200, да, человек 300 человек подписалось на новый канал и вот что бы вы хотели ну не знаю, что бы вы хотели чтобы я выкладывал в дальнейшем может быть может быть там, чтобы я делал видео уроки по рисованию или подкасты там, как бы вот еще, что я хотел узнать что у меня да, вот интересно, хотелось бы узнать потому что вам все сам я планирую планировал рисовать всяких персонажей из игр из фильмов вот я рисовал Дарта Вейдера и еще сейчас мы рисуем Иллидана из Варкрафта я как бы фактически молча рисую то есть я думал может быть выкладывать именно видео уроки я все там рассказываю о том, как нужно рисовать но я не уверен нужно ли это вообще людям вот именно особенно в русскоязычной русскоязычной аудитории там, ну, рисовать на наждачных бумагах пейзажи там или на портреты как я делаю ну еще я планировал рассказать о том как меня кинули в Москве как я работал как меня там кинули в Осипов в франшизе Бабл Вафу напишите в комментариях что бы вы хотели чтобы я выкладывал